Друзья, всем привет! Все вы знаете Макса, знаете меня. Для тех, кто не знает, будем знакомы. В общем, моя жена Вика подготовила нам с Максом огромное количество вопросов, достаточно интересных. Начиная от школьных, заканчивая интеллектуальными и даже те, которые знаем только мы. Посмотрим, как мы справимся с ответами. Кто с ответами не справляется, мы получаем удар тока. То есть друг к другу будем, скажем так... Только есть такой нюанс, что вопросы готовил Кирилл дома у себя, а я вообще в глаза их не видел. То есть, по сути, он знает ответы на эти вопросы, скорее всего, чтобы просто выиграть, чтобы он не бил током, правильно? Нет, тут ситуация, ребята, в другом. Виктория подготовила вопросы без моего участия. Я специально попросил, она спрашивала, кстати, у подписчиков, у нее тоже есть. Ой, это что, реклама моего телеграм-канала будет сейчас? И она нашла, получается, какие-то вопросы. Тебе же подписчики помогли, наши, скажем так, общие. Ну вот, отлично. Она могла себе сразу сливать вопросы и согласовывать с тобой, так как ты снимаешь ролик себе, нам согласовывали в эти вопросы. Слышь, стоит такой вопрос? Вообще такого не было. Она спрашивала просто типаж. Я просил специально, кстати, ребята, заметьте, я специально просил, чтобы никак я не знал никакие вопросы. Поэтому, можно, я думаю, начинать перед началом видео. Подпишитесь на мой канал, пожалуйста, поставьте лайк. Многие сказали, этот формат вам будет интересен, как минимум. Может, мощность убавить? Ты реально прям так сильно? Это вообще же... Я не хочу тогда играть, в общем, не будем. Да, кстати, если... А как это, для каких собак-то, блин, чтобы их держать? Я не знаю, это не максимальная мощность, если чё, чтобы ты понимал. Тройка из пяти. Нет, я же спутил, прикинь, тебе придётся всё правильно отвечать. В общем, друзья, кто смотрел там клик-клак и так далее, я теперь уверен, я сначала думал, это какой-то там, типа, шутка, прикол. Они не притворяются, это реально очень больно. Дай вдруг как-то по-свободнее рассядь, чтобы друг друга не ушатать, когда дергаться. Да. Да, и ещё один момент. Также есть у меня... Я напомню, у меня есть телеграм-канал, и какая-то часть с этого видоса я, наверное, всё-таки закину туда, что-то там не вошедшее и так далее. Поэтому обязательно подписывайтесь, ссылка вот здесь, ссылка будет также в описании. Рад с вами, там буду встретиться. Итак, поехали? Поехали. Первый вопрос будет от подписчика. Итак, первый вопрос от подписчика. Привет, Макс, я твой подписчик. Когда родился Рюрик Первый? Восемьсот семнадцатый год, либо есть теория с восемьсот седьмого по восемьсот девятый в некоторой литературе. Ты чё с***ел? Там ты, он не сработал. Не надо, нажимай второй раз! Сука! Ладно, там смотри, там в чём суть. У тебя второй раз только сработало, когда экран гаснет, вот смотри, ты сейчас... Не надо, пожалуйста! Видишь, не нажал. А ты не на эту нажимаешь? На эту я нажал, когда экран гаснет, он и стащит режим. Всё, пожалуйста, не нажимай. Ты у тебя сейчас, как раз, стащит режим. Ну, а бог, блин, она бьёт, мне кажется. Просто я это ещё не тестировал. Да ты охерелок, всё-таки вопрос. Басхеральтер не ударил током, я даже не отвечал. Ладно, это была шутка, я просто реально проверил, я только ту штуку проверял дома. У нас есть, скажем, два альбома. Мы играем не на скорость, мы играем просто на ответ. Мы показываем, мы там решаем уже... Я мастер спорта по рискованию, поэтому... Кого будем наказывать? Рубрика «Школьные вопросы». Погромче говори. Сколько материков на планете? Да вау ху** ели, что ли? Я... Да вы идите нахер, я не генную, это ничего. Я во всё, во всё надо писать. Да я... Да я не хочу. Я не хочу. А сколько? Шесть. Я реально, я не знал про это. Я просто предположил. А что-то там, по-моему... Сука, да больно. Он девять, ты девять наказал, сука. Ты специально выбрал, это девять. Нет. Так, поехали дальше. Я не хочу школьный вопрос, с ним будет география, всякие истории, я вообще от мира убираю. Нет, там солянка. Там солянка, реально. Я не люблю солянку. Давай, погнали дальше. Теорема Пифагора. Мы когда зашли, он сказал, типа, я единственное что знаю, теорему Пифагора. Я не говорю, теорема Пифагора, пробисектриса, говорю. А что надо сделать? Написать, теорему Пифагора. Докажи, доказай, доказай. Доказай, что ты все время написал. У меня вот. А что мне? Покажи. С квадрат равно квадрат плюс Б квадрат. Ну, а я... Катя в квадрат плюс Катя в квадрат равно гипотенузу квадрат. Тебя так в школе учили? Нет, я забыл, какие буквы там. Нет, ты считаешь. Нет, столь. Я правильно написал или что? Нет, я правильно тоже написал. Сумма квадрата Катя в квадрат. Обозначение все равно. Но это не считает. Ты можешь пощущен, ладно, мне лёгко дать. Да ёхай, пощущен, это охерил что ли? Ты сам сказал? Нет, ты что? Нет, я уже это... Ну, а мы поход-то оба. Слушайте, ты вообще тебя только не будем сегодня. Потому что я-то вообще школьную программу не помню. Ну, конечно, ты только недавно хвалился то, что... Я отличник был. Я не был отличником никогда, я тебе не говорила, что как безстройка школы закончить пиздюлями. Да, походу, тебе сейчас их не хватает. Так, давай, поехали дальше. Литература. Кто написал отцветить? Я откуда знаю это. Я, блядь. Это известно писать. Ну, ты показывай. Булгарка мастера Маргарита же. Да. А ты что, не показывай? Он написал Толстой. А правильно Тургенев? Блин, я тебе хотел Тургеневых, поэтому говорим, это же два варианта. Реально? Да. Ты не нажал, нет? А почему она не работает? Ну, блядь. Я держусь, ну что надо? Сука, я хотел Тургеневых, потому что, я помню, сука, я хотел написать Тургенев. Да ты и так почти не будешь проигрывать. Блядь, мне обидно, что я дебил, потому что, блядь, Тургеневым написал. Я тебе тоже должен ударить. Да. А там, стой. Не ударил. Нет. А-а-а! Ты теперь ударил. Реально? Она почему не сразу? Беру урон. Да. Я взмок. Я тоже взмок. Мне кажется, больше от страха звук. Ребята, чтобы вы понимали, это реально, ну, как бы, больно. Спасибо, нахрен. Самая большая река в мире. Ну, что значит, самая большая, самая длинная? Ну, самая длинная, значит. Нет, это две разные, мне кажется, вещи. Ну, большая. Ну, я могу это положить. Ну, я могу это положить. В смысле, почему она самая легкая? Ну, я бы, я примерно знаю, какая она может быть. Так, ну, это не Волга. Я зря только знаю Нилу и Волгу. Сура. Ну, да, она такая же длинная. Он толстой написал. А? Что там? Ну, я не знаю, ответы хоть что-то написал. Амазонка? Сука, точно. Амазонка. Какая планета ближе всего к Солнцу? Я уж напугался. Какая планета? Что там, какая первая? Я не знаю. Все. Все. Вот это. Ты не знаешь, что ли? А я, наверное, тоже неправильно написал. А ты что написал? Плутон? Плутон, это же самое дальнее. Это даже сейчас неплохо. Плутон, это же самое дальнее. Да, а она самая дальнее. А, нет. А, та же в жопе же, да. Опа, пацаны. Точно, она же в жопе, сука. Я, наоборот, перепутал. Не два раза ударил? Один. Сука, да, прядь. Я, в обратном порядке. Ты заметил, как я переиграл, я типа такой, показал? Она, наоборот. Наверное, на ту камеру показывал. Правый, Тун Плутон, это самый дальний, наоборот. Ну, наверное, сука. На то, что показывай тогда. Пошел ты нахер. Поехали дальше. Дошкольный вопрос. Дошкольный? Это как? Как русичку спасать, левую или правую? Как называется звук, издаваемый овцой? Чего? Блеяние. А у Кирилла? Нет. А какой правильный ответ? Блеяние. Ах! Пусти! Нет. 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 Типа, надо было ответить, как, типа, мяуканье там. Или нет. А я думаю, все, я, типа, я всех сейчас разнесу. Ребят, это он. Мы не просто так пойти. А что за херняет? Я, у меня, блин, на тебя. Я же правильно тоже подсутил. Тогда. При какой температуре замерзает вода, кипит и испаряется? Замерзает, кипит и испаряется. Ладно, точка кипения. Вот так будет вопрос. Точка кипения у меня, потому что ты неправильно не можешь вопрос задать. Точка кипения возле. А, изи. Да ты готовишь, потому что плюс-то не знаю. Да это все, да это все знают. Я могу еще замерзание. Больше все не знаю. Я рандомно, я сам не знаю. Как в школе, знаешь? Я сам не знаю. Стоит, но это отлично. Так, поехали. Я уже сейчас привык. Ну, слушай, мне кажется, у тебя не так она сильно бьет, а реально. Поехали дальше. Кто нарисовал Монолизу? Ну, это... Челепашка, не знаю. А, нет. Так, погоди. Шексперт и Леонард Домич. А, я думал, надо его... А, стоп, Шексперт это вообще... Ну, Максим, правильно ответил. Ну, правильно? Да. Это... Откуда ты это знал? Блин, стоп, газета, это я знал, Машка, не видишь. Леонардо. А-а-а, вон какая налогия. А-а-а... Не люблю. Ну... Да. Вопрос в подковырке, короче. Какой последний зимний месяц в году? Ну, это же легкий вопрос. Февраль и декабрь. А почему декабрь? Декабрь и январь. Последний. Заканчивается год на декабре. Не ударило, да? Ударило. Очень больно ударило. Так, погнали дальше. Где находится перепонная барабанка? Перепонная... Барабанная перепонка? Да, блядь, это... Это тот самый вопрос с подковыркой. А, я понял. Типа ты бы сказала в ухе, она бы сказала, типа, нигде. Понял? Да. А я уже хотел писать в ухе. Ты меня спас, получаешь, здесь у одного вопроса. Ладно, дальше. Спасибо. В скольких месяцах 28 дней. Ну вот, друзья, получился такой видос. Посмеялись, пошутили, поотгадывали. Как вы думаете, в итоге, кто умнее, Макс или я? Стоит ли нам еще посоревноваться? Потому что, ну, мне бы как минимум хотелось. Потому что это весело. Также я вам напоминаю, у меня телеграм-канал Кирилла ПНЗ. Залетайте. Я напоминаю, какие-то моменты, которые не вошли в этот видос, я залью обязательно туда. Ссылочка будет в описании. Спасибо всем еще раз за просмотр. Поставьте лайк, не пожалейте. Потому что с прошлым видосом вы мне очень сильно помогли. Пусть они помогут в комментариях написать свой вопрос, который может войти сюда. Напишите в комментариях свой вопрос, который хотят услышать. А мы заранее, Виха Вихе будет появление. Она пересмотрит все вопросы. Да, судя по-вот. На все, на каждую ошибку. Я тоже посмотрю заранее, идут вещи. Не, не надо. Ладно, всем спасибо. Всем пока.